Перенесемся в Крым, о котором уже вспоминали. Там, как и в ряде городов России, решили посягнуть на святую пропаганду и отменить парады 9 мая. И не скрывают, что боятся ударов ВСУ, хотя понятно, что ВСУ никогда не бьет по мирным людям, особенно там, где их скопление. И никто бы никогда не бил по парадам, где находятся гражданские люди. И помним кадры с перекопанными плязами. В одном из своих недавних интервью вы дали достаточно оптимистичный прогноз, что полуостров, скорее всего, могут освободить к осени. Но и Михаил Подоляк тоже давал такой же прогноз. Давайте, не вдаваясь в подробности, если так возможно, расскажем, поделимся с нашими зрителями, что нужно для реализации такого сценария. Все будет зависеть от передаваемых сил и средств. Если нам дадут дальние ракеты, то мы, в принципе, даже к концу лета уже можем заходить на полуостров, уничтожив дальними ракетами типа Атакамсов. Их очень много такого уровня. Разрушив около 150 российских гарнизонов в Крыму. Проще будет заходить и проще будет деоккупировать. Если нам не дадут дальние ракеты, то придется захотеть фронтально. То есть примерно так, как сейчас в районе Бахмута и той же Авдеевки. То есть примерно, если будем заходить фронтально, то это мы до осени будем возиться с Крымом. Но, тем не менее, Крым освободит. Просто у Крыма там, конечно, будет вот такой же лунный пейзаж, который сейчас в Бахмуте. Это ужасно, конечно. Что за плитык с этими ракетами? Почему не дают? Ну вот в чем, как вы думаете, проблема? Политические договоренности, которые не дают нашим партнерам, какие-то механизмы их нарушить. Я думаю, и ракеты не дают, и самолеты нам не дают. Из-за определенных договоренностей по непередаче Ирану самолетов Су-35. Здесь мы, это мое мнение, мы прикрываем Израиль. Вот это геополитика. То есть где-то там не дают и нам не дают. Вот эта завязка, она видна таким невооруженным взглядом. Су-35 в готовности передачи была в прошлом летом Ирану. У Ирана хватает денег, чтобы заплатить за Су-35. Но им их не передать. Связка одна, только не передача ИФ-16 и ракет. Кстати, возвращаясь к Крыму, готовы ли Украину как освобождение Крыма с точки зрения работы с населением? Проведение фильтрационных мероприятий по поиску коллаборантов, предателей и так далее. Наверняка ведь для зачистки такой большой территории, даже если речь идет просто о части полуострова, нам понадобятся достаточно значительные ресурсы в виде военных, полиции, СБУ, прокуроров и так далее. Как с этим быть? И не могут ли откровенные сепаратисты и предатели стать для нас большой проблемой в будущем? Если правильно подойти, то не будут. Неправильно подошел Порошенко с Меркель после Минска-1 и Минска-2. Это когда после подписания таких договоров у нас россияне начали заезжать на своих российских машинах и горцевать по всей Украине, вызывая определенную идиосинкразию, боль из-за этой беды. А вот если правильно и грамотно подойти, а сейчас уже не получится подойти неправильно и неграмотно, так как сотни тысяч человек понесли. Во-первых, мы потеряли десятки тысяч человек, сотни тысяч человек в прямом поражении. Миллионы человек потеряли свои дома, то есть переселились на новые места. Потому это все не даст возможности россиянам остаться в Украине. Россияне с оружием будут уничтожены нашими войсками. Россияне без оружия будут депортированы. Причем все очень просто. Если берет человек, достает свой паспорт и видит там не три зуба, а курицу двухголовую, этот генетический урон, это россиянин, который будет депортирован. Независимо от того, кто, что, где он родился, какой у него был паспорт до этого или какой паспорт будет после этого. После депортации всех россиян, носителей российского паспорта, будет открыт обратный ход, но только уже через фильтрационные лагеря. Причем обратный ход будет открыт технически. То есть возможность получения, будет рассматриваться возможность обратного получения или получения украинского паспорта на общих условиях. Через, естественно, фильтрационные лагеря, через полиграф, то есть будут работать спецслужбы и обратно. Я не думаю, что кто-то из россиян, которых депортируют, будут возвращаться обратно. Можно здесь загреметь пожизненно, если они пройдут полиграф или попадут под какое-то уголовное преследование. Это одно и второе большая проблема у россиян, у которых есть российский паспорт в Украине. Мы, донецкие, которые 10 лет назад, полтора-два миллиона ушли из Донецка, украинцы, мы помним эти все 10 лет, кто вообще начал волну гнать по поводу «Россия, приди». Крымчане. Крымчане пошли на эти все мероприятия. Крымчане встречали в ладошке, хлопали россиян. Потом это все перекинулось и на Донецк в том числе. Потому донецкие украинцы, которые заедут потом, около двух миллионов украинцев заедут в Крым жить, нам же нельзя будет жить в Донецке. Там 20 лет надо будет разминировать. А вот в Крыму, я думаю, можно будет. Потому 2 миллиона донецких украинцев, а уже потом крымчан, они сделают такую жизнь в Крыму, которая не позволит россиянам еще раз где-нибудь пикнуть что-то за Россию. Это раз. И второе, как минимум полмиллиона человек, а то, может, и больше, до миллиона человек, участников боевых действий. Их оптимальный вариант как раз переселять в Крым. И решится вопрос по Крыму очень быстро. Не будет жить россиянин в Крыму, если у него соседом будет хотя бы один УБДшник. Он просто жить там не сможет. Решим вопрос. Да, кстати, вот по поводу морей, береговых линий. Ну вот простым языком, как долго еще нельзя будет купаться на украинских берегах Азовского и Черных морей? На Азовское море мы выйдем в этом году однозначно до лета. На лето выйдем, но я не думаю, что там срочно можно будет купаться. Я думаю, в следующем году будем купаться уже везде. Везде, да. И, может быть, даже и в Таганроге, и в Ростове. Мы рядышком посмотрим. Ну, как пойдет. Надя, хочется сказать, когда слышишь про Таганрог, Ростов и прочие российские территории, хочется сказать, оно нам надо. Ну, вот правда. Ну, пошутить же надо. И мы же с вами начали с этого тумана войны. Потому мы им напустим там тумана. Пусть думают и пусть собираются. Субтитры создавал DimaTorzok